Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Добро пожаловать! Меня зовут Рик Реннер. Я ждал вас и верю, что сегодня вы узнаете что-то новое из Божьего Слова. А сейчас давайте сразу перейдем к первой главе второго послания к Тимофею. Мы говорим о том, как выжить и одержать победу в любой жизненной ситуации. И даже если ваша жизнь напоминает передовую, не спешите признавать поражение. Вы можете не только выжить, но и одержать победу в любой ситуации. Сегодня мы рассмотрим ряд важных принципов, которые содержатся в первой главе второго Тимофея. На прошлой передаче мы исследовали исторический контекст второго Тимофея. Если вы ее пропустили, вы можете посмотреть ее на нашем сайте. Она от начала до конца посвящена истории и содержит историческую подоплеку возникновения второго послания к Тимофею, понимание которой поможет вам в полной мере осознать реальность описанных событий. Но сначала краткий обзор. В момент написания второго Тимофею Павел находился в римской тюрьме по обвинению в поджоге. Это что-то невероятное. Есть такая версия, что Нерон отдал приказ поджечь Рим, чтобы тем самым расчистить место под строительство нового городского района, который он собирался построить, и который он хотел назвать Нерополис. А в его центральной части он планировал возвести большой дворец, который он все-таки построил, и который получил название «Золотой дом Нерона». А когда люди начали подозревать, что зачинщиком пожара был сам Нерон, то он понял, что его жизнь буквально висит на волоске, и что ему срочно нужно найти козла отпущения, которого он мог бы обвинить в поджоге. Кого бы ему обвинить в поджоге? И даже учитывая тот факт, что его вина была практически очевидной, он не хотел, чтобы его признали виновным, и начал искать, на кого можно свалить всю вину. Его выбор пал на христиан. Он решил обвинить в пожаре их. А сейчас давайте вкратце вспомним те доводы, которые он привел в доказательство их вины, чтобы ему самому избежать наказания. Он выдвинул против них следующее обвинение. Во-первых, он утверждал, что все христиане — это страшные люди, потому что они безбожники. А причина состояла в том, что в домах у христиан не было ни изваяний, ни идолов. А для римского язычника, чей дом буквально кишил изваяниями, это означало, что они безбожники. Итак, во-первых, он утверждал, что они страшные люди, потому что они безбожники. Это первое обвинение. Во-вторых, он говорил, что они нарушают закон. Дело в том, что в то время вы не могли собираться без разрешения властей. Вы даже не могли собираться на закрытую вечеринку у себя дома или на работе, не имея соответствующего разрешения. Надо ли говорить, что правительство никогда не давало верующим подобное разрешение? Между тем, Библия заповедует нам не оставлять собрания своего. Им предстояло выбирать, кому подчиняться — Богу или человеку. И они решили подчиняться Богу. И продолжали собираться. Но каждый раз, когда они собирались, они нарушали закон, потому что делали это без разрешения. Итак, он назвал их правонарушителями. И в каком-то смысле он был прав. Итак, во-первых, по его словам, они были атеистами, во-вторых, правонарушителями. И в-третьих, он обвинял их в антиправительственной деятельности, ссылаясь на то, что на своих незаконных подпольных собраниях они провозглашают новое царство и выбирают себе нового царя. Мы знаем, что они имели в виду Божье царство, провозглашая Иисуса своим Господом и Царём. А его извращенный ум решил, что на своих незаконных тайных собраниях христиане вынашивают план свержения действующей власти и назначения нового правительства и нового царя. После чего он выдвинул следующее обвинение. Он утверждал, что на своих незаконных собраниях, на которых они планируют государственный переворот, они к тому же еще практикуют так называемые вечери любви, и что якобы на них они устраивают оргии. Как мы уже знаем, Нерон был тот еще извращенец. За свою жизнь он был дважды женат на женщинах и трижды на мужчинах. Он был сексуальным извращенцем, распутным человеком. И у него, чтобы назвать других людей извращенцами, должны быть убойные факты, потому что он и сам был известным извращенцем. И все об этом знали. А теперь этот человек, развращенный, распутный, называет христиан извращенцами. Можно только догадываться, что он наговорил о христианах, когда рассказывал о том, что на своих незаконных подпольных собраниях они устраивают вечери любви и предаются разврату. Помимо всего прочего, он утверждал, что христиане — это каннибалы. Он заявил, что лидер их секты Иисус из Назарета говорил, что если вы не будете есть Мою плоть и пить Мою кровь, то не будете иметь в себе жизни. Да, Иисус это говорил, но Нерон исказил истинный смысл Его слов. Иисус говорил о сопричастности и приверженности, а Он обвинил их в каннибализме, утверждая, что на своих незаконных подпольных собраниях они предаются оргиям, а также пьют кровь и едят человеческое мясо. Надо сказать, что этот его аргумент произвел эффект такой силы, что церкви пришлось опровергать слухи о каннибализме на протяжении двухсот лет. Но и это еще не все. В дополнение к вышесказанному, он сказал, «Послушайте, не знаю, почему вы думаете, что это я сжег Рим, а что там говорили эти христиане?» И он сослался на то, о чем они проповедовали на улицах Рима. А ведь они предупреждали нас о грядущем суде. И вы все про это слышали. Ну, правильно, в Библии черным по белому про это написано. И они об этом говорили. Библия ясно говорит о том, что огонь придет и очистит всю землю. И это то, о чем они проповедовали. А Нерон объяснил это тем, что христиане предупреждали о том, что скоро начнется пожар. Зря мы их не послушали. А ведь они намекали нам, что Рим обречен, что они устроят пожар и сожгут город дотла. Эти его слова, несомненно, были ложью. И к тому моменту, когда Нерон закончил выдвигать свои обвинения и доводы, горожане поверили ему. Сенат поверил ему, что дало ему возможность отвести подозрения от себя и переложить вину на христиан. После чего христиане подверглись преследованиям и истреблению, главным образом в Риме, а также в других крупных городах Римской империи. Как известно, в правлении Нерона христиан убивали множеством различных способов. Их отдавали на растерзание диким животным. Они погибали от рук гладиаторов. Их убивали на арене Колизея. Но чаще всего в правлении Нерона их сжигали на костре. Или сначала распинали, а потом сжигали. По римским законам, наказание соответствовало преступлению. Например, если кого-то арестовали по обвинению в поджоге, и это привело к гибели людей, то его следовало сжечь на костре. Их казнили через сожжение. Как известно, христиан обвинили в поджоге Рима, что стало следствием Великого пожара в Риме в 64 году. А значит, и казнить их следовало через сожжение. Христиан заживо сжигали на арене. Их сжигали на ипподроме и в садах Нерона. Христиан использовали в качестве факелов при строительстве дороги, ведущей из Рима на юг Италии. И когда им нужно было работать по ночам, они брали верующих, привязывали их к столбам, обливали смолой и поджигали. По ночам строительство дороги велось в свете живых факелов. Это было что-то ужасное. И хотя гонения были главным образом в Риме, они затронули и другие крупные города Римской империи. В то время Эфес входил в четверку крупнейших городов Римской империи. Неудивительно, что вскоре волна гонений и притеснений докатилась и до Эфеса, который на тот момент был штаб-квартирой Тимофея, старшего пастора Эфесской церкви. Тимофей оказался в крайне затруднительном положении. Если в период написания Первого Послания все содействовало росту, развитию и формированию Церкви Тимофея, это был благоприятный период. То в период между написанием Первого и Второго Послания Тимофею, вскоре после Великого пожара в Риме, ситуация резко ухудшилась. Второе Тимофею было написано в 67 году, за год до смерти Нерона, то есть уже под конец, когда сумасшествие Нерона достигло своего апогея. В 67 году безумство Нерона достигло своей высшей точки, начавшееся гонение на христиан, когда Нерон использовал верующих в качестве козла отпущения, затрагивало всех христиан, как в Риме, так и в других крупных городах Римской империи. Тимофей понимает, что обстановка накаляется. Люди отходят от Бога и оставляют Церковь из страха, что их верность Господу может стоить им жизни. Все это не дает Тимофею покоя. Он понимает, что идет война, настолько ожесточенная, что в минуты слабости он пишет письмо апостолу Павлу, в котором спрашивают его о том, как ему быть в этой ситуации. Изо дня в день он вынужден разбираться с такими ситуациями, как дезвертирство, скандалы и предательство. Те люди, которых он считал своими преданными сторонниками, отошли от Господа и бросили его в беде. И Тимофей просит Павла посоветовать, что ему делать. Кроме того, если он и дальше будет хранить верность своему учителю, то ему придется за это поплатиться. И это правда. Если вы общались, дружили с кем-то, кого обвинили в поджоге, то и вас могли обвинить в пособничестве при совершении поджога. И Тимофей прекрасно знал, что если он сохранит верность своим отношениям с Павлом, то он за это поплатится. В этот период многие из его соратников пересмотрели свои взгляды и отошли от церкви. Да и для Тимофея это был лишний повод еще раз все взвесить и переосмыслить свои отношения с Господом и с Павлом. Нам все это известно, потому что Павел упоминает об этом в первой главе второго послания к Тимофею. Например, в восьмом стихе, где Павел обсуждает с Тимофеем его проблему. Вот что он пишет. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силой Бога». Он говорит «не стыдись меня». По-гречески здесь стоит запрет, что значит «прекрати стыдиться». Это значит, что у Тимофея возникло искушение стыдиться своих отношений с Господом и с Павлом. И Павел говорит «Тимофей, не делай этого, не стыдись и не уклоняйся от своего посвящения Господу и мне». И вот что я вам скажу, друзья мои. Трудности всегда обнаруживают уровень вашего посвящения. Что и произошло с Тимофеем. И Павел пишет «Не сдавайся, не теряй веру, не оставляй свое призвание, но раздели со мной страдания за Евангелие при содействии Божьей силы». И здесь нам дано чудесное обетование о том, что если мы страдаем за Евангелие, если нас преследует за нашу веру, если мы проходим через трудности, потому что твердо стоим на том месте, куда Бог нас поставил, то мы не просто будем страдать, но, как здесь написано, мы пройдем через это при содействии Божьей силы. Где «при содействии» — это греческое слово «ката», что в данном случае переводится как «давлеть», «господствовать» или «подчинять себе». Обращаясь к Тимофею и к нам, Павел говорит, что если вы страдаете за Евангелие, если ваша вера подверглась испытанию, не переживайте, вы проходите через это не в одиночку, а при содействии Божьей силы. Это греческое слово «ката». Оно означает, что вами движет победоносная, всепоглощающая, непреодолимая сила Бога. Этот стих содержит обетование о том, что если мы твердо стоим в вере, то Божья сила приходит в нашу жизнь, всецело поглощая и подчиняя нас себе, и помогая с честью выдержать все испытания. Друзья, вы можете не только выжить, но и одержать победу в любой ситуации. А во 2 Тимофею 1.1 мы читаем то, что вселяет в нас надежду. В 1 стихе Павел пишет, «Павел, волею Божью, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе», где «по обетованию» — это уже знакомое нам греческое слово «ката», что переводится как «попасть под влияние», «починиться» или «покориться». С первых строк своего послания Павел пишет о жизни. Как вы помните, Тимофею со всех сторон грозило умереть за свою веру. Он столкнулся с дезертирством и предательством. Он боится, что и сам может умереть за свою веру. И в это время Павел напоминает ему о том, что в его жизни превалирует, преобладает обетование жизни, которое задает дальнейшее направление всей его жизни. Это Божья жизнь, это обетование жизни во Христе Иисусе. Это та жизнь, которая овладевает и управляет нами, что бы ни происходило. Далее, во втором стихе, он пишет, «Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир». Давайте мы на этом остановимся. Потому что в большинстве своих писем Павел употребляет выражение, «Да пребудет с вами благодать и мир». Благодать и мир. Но почему именно благодать и мир? Этому есть простое объяснение. В те времена греки приветствовали друг друга словом «харис», что означало «благодать». А евреи при встрече желали друг другу мира, «шалом». Греки приветствовали друг друга словом «благодать», а евреи желали друг другу мира, «шалом». Это греческое слово «эренэй», что значит «мир». «Да пребудет с вами благодать и мир». Другими словами, каждый раз, когда Павел начинает свое послание с пожеланиями благодати и мира, тем самым он как бы говорит, что если вы греки, благодать вам, здравствуйте, а если вы евреи, то мир вам, шалом. Таким образом, Павел гениально охватывает весь мир. Он адресовал свои послания всем, и евреям, и язычникам, а значит, и грекам. «Да пребудет с вами благодать и мир, кто бы вы ни были». И еще кое-что очень важное. Слово «благодать» произошло от слова «харис». А слово «харис» — это такое удивительное слово. Дослушайте меня до конца, чтобы вам не запутаться. Во времена Нового Завета слово «благодать» обладало поистине магическими свойствами. За рамками Нового Завета оно чаще всего использовалось для описания особой силы, которую боги не спасли тому или иному человеку. Это слово «благодать» от греческого слова «харис». Будучи неспосланы на отдельно взятого человека или на группу людей, эта магическая сила изменяла их природу, наделяя их нечеловеческими способностями и позволяя совершать деяния, которые те не смогли бы совершить сами по себе. И теперь они могли делать то, на что до этого были неспособны. С благодатью в нашу жизнь приходит преображающая сила, наделяя вас способностью делать то, что по-человечески было бы вам не по силам. Благодать была сродни магической силе. И это именно тот смысл, который вкладывает в это слово Новый Завет. Благодать даётся человеку не просто так, а с определённой целью. Есть мнение, что благодать — это то изобилие и богатство, которое принадлежит нам во Христе. И всё бы хорошо, но всё же слово «благодать» имеет несколько иное значение. Благодать наделяет человека силой. И в своём обращении к Тимофею Павел пишет, «Да пребудет с тобой благодать! Я молюсь о том, чтобы Бог наделил тебя своей силой, которая сойдёт на тебя и преобразит тебя в сложившейся ситуации, которая поможет тебе стать тем, кем ты должен стать, и позволит исполнить то, что тебе самому не по силам». А помимо этого, он говорит, «Да пребудет с тобой мир». Где мир — это греческое слово «эренэй», означающее процесс реконструкции и восстановления после войны. Стороны сложили оружие, и теперь, вместо того, чтобы воевать друг с другом, продолжая сеять вокруг себя разрушение и смерть, «Все усилия направлены на восстановление». Это время созидания. Это очень конструктивное и ободряющее слово. Таким образом, каждый раз, когда Павел обращается к своим читателям с пожеланиями благодати и мира, мы видим, что, во-первых, Павел приветствует как язычников, так и евреев. Во-вторых, он говорит благодать вам, «Харис, я молюсь о сошествии Божьей силы, которая изменит вас и всё, что происходит вокруг вас. Мир вам! Я молюсь, чтобы всякая вражда прекратилась, и чтобы в вашей жизни наступил период восстановления и созидания». Какое замечательное пожелание! Между тем, в ряде случаев Павел отступает от своей привычной конструкции, когда он практически во всех своих письмах желает читателям благодати и мира. А вот в первом и втором Тимофею и в послании к Титу он отступает от своей привычной конструкции. В первом Тимофею 1-2 он пишет, «Благодать, милость, мир! То есть к пожеланиям благодати и мира добавилось слово «милость». Также во втором Тимофею 1-2 он пишет, «Благодать, милость, мир!» И снова он добавляет слово «милость» наряду с благодатью и миром. А в послании к Титу 1-4 он обращается к Титу и говорит, «Благодать, милость, мир!» И снова он ставит слово «милость» в один ряд с благодатью и миром. В этих трёх посланиях, первом и втором Тимофею и в послании к Титу, уже ставшим привычными пожеланиями благодать и мир, он добавляет ещё и слово «милость», когда пишет своё приветствие. Почему он это делает? Давайте рассмотрим все эти случаи. В первом случае он обращается к Тимофею, который сильно встревожен, подавлен, потому что, будучи ещё совсем молодым человеком и неопытным пастором, он возглавляет быстрорастущую церковь и ощущает на себе всё бремя ответственности. А вот когда Павел писал Тимофею своё второе письмо, Тимофей был обескуражен в связи с тем, что церковь находится в упадке. Такое чувство, что его со всех сторон окружают отступники и перебежчики. Ряды рядею, и в этой связи Тимофей чувствует себя подавленным. А в послании к Титу 1.4 описана ситуация, когда Павел оставил его одного на острове Крит, чтобы он основал там церковь. Мы знаем, что критяне были очень сложными людьми. Известно, что даже Павел отзывался о них как о ленивых, недалёких обжорах. Не слишком лестный отзыв. А теперь он посылает туда Тита, чтобы он там навёл порядок и основал среди них церковь. И он прекрасно знает, что Титу придётся нелегко. Итак, 1 Тимофею, 2 Тимофею и послание к Титу объединяет то, что во всех трёх случаях мы видим, что Павел добавил в своё приветствие коротенькое слово «милость». И в этом сокрыта великая мудрость, потому что Бог знает нашу ситуацию. И это говорит нам о том, что даже когда нам кажется, что мы не в силах совладать с выпавшими на нашу долю испытаниями, Бог это знает. И Он уделяет нас благодатью, присутствие которой придаёт нам сил, преображая нас и то, как мы воспринимаем эту ситуацию. Бог наполняет наше сердце мира. Он говорит нам, что скоро всё наладится, всё встанет на свои места, вселяя надежду на будущее. Бог знает, что в тех ситуациях, с которыми мы сталкиваемся, и через что нам ещё только предстоит пройти, чтобы это пережить, помимо благодати и мира, нам понадобится особая мера милости. И тогда, в дополнение к благодати и миру, Бог даёт нам милость. Точно так же я хочу вам сказать, что если вы испытываете определённые трудности, будь ты в семье, на работе, в финансовой сфере, во взаимоотношениях, Бог относится к этому с пониманием. И у Него есть для вас особая милость, которая поможет вам пережить трудное время. Это ли не чудо? Теперь давайте мы ещё раз его перечитаем. 2 Тимофею 1.1. Павел, волею Божью, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, где «по обетованию» — это слово «ката». Это значит, что всё в его жизни подчинено этому обетованию, обетованию жизни во Христе Иисусе. Павел советует Тимофею больше думать о жизни, а не о смерти. Далее, во втором стихе он пишет «Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога, Отца и Христа Иисуса, Господа нашего». Далее, третий стих. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днём и ночью, и желаю видеть тебя». Это четвёртый стих. «Вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполнится радости». А где в это время находится Павел? Он вместе с другими лидерами христианского движения находится в римской тюрьме по обвинению в грандиозном пожаре Датлас, полившем Рим. И теперь он сидит в тюрьме по обвинению в многочисленных преступлениях, которых он не совершал. Он находится в безвыходной ситуации. И тут он получает письмо от Тимофея, которым тот просит его о помощи. Хотя Павлу самому впору обращаться за помощью, но вместо этого Павел, который находится в тюрьме, получает письмо от Тимофея, которым тот просит, «Павел, помоги мне! Павел, что мне делать?» Скорее всего, Тимофей плакал, когда он писал это письмо, потому что на бумаге остались следы от его слёз. И он говорит, «Я сижу в этой тюрьме и вспоминаю о тебе и о твоих слезах». И Павел начинает за него молиться. Он становится его молитвенным партнёром. «Слава Богу за тех, кто молится за вас». Я помню, что когда моя бабушка состарилась, как-то раз я сказал ей, «Бабушка, ты такое благословение!» Она ответила, «Ой, да что я могу? От меня никакого толку. Всё, на что я способна, это сидеть в своём кресле и молиться». А я ответил, «Бабушка, это лучшее, что ты можешь делать». Слава Богу за тех, кто молится за нас, кто своими молитвами проводит нас через все трудности. Не забывайте о тех, кто молился за вас. И по их примеру, также и вы молитесь за других людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. А в пятом стихе Павел пишет, и это то, с чего мы начнём в следующий раз, «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евники, уверен, что она и в тебе. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через моё рукоположение». В следующий раз вы узнаете о том, что такое нелицемерная вера и как возгревать данный вам Божий дар, особенно во время трудностей, с которыми вы сталкиваетесь. Видите ли, все эти трудности направлены на то, чтобы погасить ваш огонь и ту страсть, которая пылает в вашем сердце. Но если вы чувствуете, что на вас негативно сказывается всё то, что происходит вокруг, можно ли от этого не зависеть? И как мне рожечь в себе Божий дар и привести в действие Божью силу, чтобы это на мне не отражалось? Это очень важно, и об этом мы поговорим в следующий раз. А наше время истекло. Но не забывайте, что вами управляет Божья жизнь, что у Бога есть для вас благодать и мир, а между ними Бог добавил особую меру милости. И если вам нужна молитва, то мы здесь ради вас. В нашем служении мы верим в силу молитвы. Свяжитесь с нами по адресу. Он на ваших экранах. И как только мы получим ваше письмо, мы тут же начнём молиться за вас. А я хочу вам напомнить слова Эклисиаста 8.4, где слово Царя, там власть. И пусть Божье Слово высвободит свою силу в вашу жизнь сегодня. Увидимся в следующей программе. Ваша жизнь похожа на сражение? Вы побеждаете или отступаете? Благодаря книге Рика Реннера «Снаряжённые для битвы» вы сможете одержать победу уже сегодня. Апостол Павел сказал, когда дьявол выступает против нас, мы должны быть готовы встать и сразиться с ним в духовной битве. Это означает, что вы должны быть полностью оснащены для сражения с врагом. Облекитесь в духовные доспехи и все оружие Божье. Нанесите врагу поражение. Будьте снаряжёнными для битвы. В книге «Снаряжённые для битвы» паста Рик отвечает на глубокие вопросы, разбирая места писания о духовных сражениях, которые ранее неправильно истолковывались. На примере доспехов римских солдат проводится параллель с нашим снаряжением для духовных битв. Вникая в это всестороннее исследование, вы научитесь облекаться во всеоружии Божьи и поймёте важность положения каждой составляющей доспехов для победы над врагом. Из книги «Снаряжённые для битвы» вы узнаете, какое значение имеет духовное всеоружие, данное вам Богом. Кроме того, вы научитесь побеждать в духовной битве каждый день. «Снаряжённые для битвы» — это прекрасно оформленное издание, которое содержит достоверное библейское учение. Скачайте эту книгу бесплатно. Станьте победителем в жизненных сражениях, обновив своё мышление и заняв своё место во Христе. Не пропустите это специальное предложение. Прямо сейчас зайдите на сайт ignc.org и скачайте эту книгу бесплатно. Одержите победу в духовной битве уже сегодня. Здравствуйте, меня зовут Джо Реннер. Я хочу поблагодарить всех партнёров нашего служения. Ваша поддержка помогает нам распространять Божье Слово. Сегодня церковь и общество всё дальше отходят от библейского учения и всё больше полагаются на мотивационные источники. Многие люди читают книги по саморазвитию, обходя стороной Библии, или же относятся к ней как к очередному справочному пособию. Однако мы должны строить свою жизнь на том, что говорит Библия. И мы стремимся к тому, чтобы каждый человек строил свою жизнь на слове Божьем. На протяжении десятилетий поддержка наших партнёров помогла нам открыть много новых церквей. В нашей церкви мы делимся достоверным учением на основании Библии как единственного источника истины. Мы должны всегда помнить об этом, если мы хотим пройти свой жизненный путь во свете. Мы развиваем интернет-церковь, чтобы наши служения могли смотреть люди в разных городах мира, распространяя Божье Слово по всему лицу Земли. Мы приглашаем вас стать нашим партнёром и помочь нам нести библейское пробуждение всё большему числу людей в вашей стране и по всему миру. Мы здесь, чтобы исполнить наши видения, донести Евангелие Христа до ближайшего окружения и даже до краёв земли. И ваша поддержка очень важна для нас. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт ignc.org. Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнёром служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, которые видите сейчас на экране, а также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин